Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал F1 Stelzik. Это канал о Формуле 1. Сегодня нашей темой будет являться то, что сезон стартует не в Австралии, а в Бахрейне и все, что с этим связано. Одежда ведущего предоставлена компанией Formula Sport.pro. Formula Sport.pro – твоя формула, твой мерч. Данный выпуск я хотел уже снять давно, но из-за того, что не было официальной информации, а муссировались только слухи и не хотелось как бы ставить много многоточия и много вопросительных знаков. Поэтому сегодня, когда появилась официальная информация, мы расскажем про то, что гран-при Австралии перенесен и сезон стартует в гонке в Бахрейне. В первую очередь, хотелось бы сказать о том, что слухи циркулировали достаточно давно, о том, что гран-при Австралии в положенную дату не состоится. К сожалению, наверное, это не очень хорошо, потому что все мы привыкли, что сезон всегда стартует в Австралии. Но чему нас научил прошлый год, это тому, что нужно всегда быть готовым к изменениям. Соответственно, в Австралии сейчас действует 14-дневный карантин, который усложнял задачу старта сезона. И, соответственно, видимо, австрийские организаторы совместно с руководством ФИА распорядились перенести гран-при Австралии на 21 ноября. Это будет как раз третья гонка с конца чемпионата. Что достаточно тоже интересно и может добавить интриги. Но главное, чтобы гран-при Австралии состоялся, я думаю, все вы, так же, как и я, соскучились по данному гран-при. И мне, несмотря на то, что трасса городская и не особо обгонная, мне на самом деле конфигурация нравится. И то, что эта конфигурация всегда вносит какую-то интригу в расстановке сил. То есть в Австралию, когда команды едут, и вот, например, вот там, можно сказать, что вот эти фавориты, например, будут, да, то другая трасса, любая другая трасса может поменять расстановку сил с деметральной противоположностью. Что еще удалось установить, то, что и гран-при Китая, который планировался третьим этапом, вот, он тоже будет перенесен, но пока непонятно куда. И, соответственно, вместо трассы в Шанхае будет у нас проводиться гран-при Имэлы, которое очень понравилось и болельщикам, и организаторам, вот, и гонка, в принципе, прошла достаточно ярко. Что еще можно отметить? То, что, скорее всего, вместо гран-при Ханоэ, которое было не подтверждено, будет гран-при Портимао в Португалии. И оттуда очень удобно календарь перетечет в Барселону. Вот, так как место в Шанхае пока не определено, вот, у нас 22 боевых этапа. Плюс, еще у нас совсем непонятно, что будет с городскими трассами, которые необходимо собирать за несколько месяцев, такими, как Азербайджан, Канаде-Монреаль и Монако. Потому что, вот, Монако, например, начинает уже верстать трассу, скажем, с конца февраля, и решение должно быть принято. И перенести его куда-то не получится. То есть, дата 23 мая либо состоится, либо нет. То есть, номинально у нас 23 гран-при, но вопрос по Китаю, может быть, его никуда не получится перенести. И три городские трассы, которые собираются за несколько месяцев до начала проведения этапа. Соответственно, вот у нас уже получается, может состояться уже, там, не 23, а 19-20 этапов, в зависимости от того, получится ли утвердить текущий календарь. И получится ли провести все этапы с учетом пандемии COVID-19. И тем, как она развивается, и сколько, возможно, будет провести гонок в нынешней ситуации. И от того, как будет развиваться вакцинация. Соответственно, можно сделать вывод о том, что сезон у нас переносится на одну неделю. Стартует в Бахарине 28 марта. Это уже 100%. Вот, ничто не должно этому помешать. Но вопрос подвисит, опять же, о тестах. Тесты либо проводить в Барселоне, либо в Бахарине, и там же стартовать сезону. Поэтому, вот такие выводы мы можем провести на данный момент, на данный день, на данную минуту. Конечно, все может меняться с приближением сезона. Но единственное одно, жаль, что сезон мы немножко как бы откладываем. Но, с другой стороны, Формула-1 и все сообщество уже научилось как бы с этим жить. И, соответственно, я думаю, что сезон у нас будет более полноценный, чем, например, был в прошлом году. На этом хотелось бы сказать вам большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в новых видеороликах. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok